Слушайте доктора. Именно для того, чтобы разобраться, в чем причина такого очага, такого всплеска инфекции, откуда это к нам пришло, почему это развивается и есть ли угроза Кировской области. Давайте поэтапно разберемся, Светлана Витальевна. Сначала, откуда это все у нас в России? Вроде бы не было, уже слышно давно про корь. Все это связано с тем, что в последние годы уменьшилось количество вакцинированных людей. И к нам в Россию заболеваемость приходит из тех мест, где действительно плохо обстоят дела с вакцинацией, прежде всего детского населения и в связи с высокой миграцией населения. Для нас, для России наибольшую угрозу представляют в первую очередь Украина и большая заболеваемость также из бывших республик СНГ. Это Грузия, ну и страны зарубежья, такие как Румыния, Франция, Нидерланды и вообще вся европейская часть, европейские страны. Заболеванию наиболее подвержены дети раннего возраста, невакцинированные. Но заболеть могут абсолютно любой человек, у которого нет иммунитета. То есть, который или вовсе не привит, или у кого по той или иной причине ослабленный иммунитет. С этим тоже мы разберемся обязательно. Про Европу давайте еще раз поговорим. Что там возникает риск и чуть ли не даже смертельный случай, насколько я слышала, именно от кори среди детского населения, с тем, что большое количество отказов от прививок от кори. Правильно я понимаю? У них там свой календарь, насколько я знаю, своя система. Ну, действительно, это связано с тем, что в целом в популяции низкая прослойка вакцинированных людей. И поэтому, так как вирус кори очень контагиозен, то есть он поражает практически 100% попавших в контакт с ним. И он очень летуч, и поэтому он очень быстро распространяется. Воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным путем, да. А это один из наиболее быстрых способов распространения. И поэтому те люди, которые не вакцинированы или у которых ослаблен с годами иммунитет, попав в контакт с больным корью, они заболевают практически в 100% случаев. То есть если хотя бы один человечек в детском саду, в группе, в классе, в школе является носителем данной инфекции, то очень близка вероятность 100%, что заразятся все не вакцинированные. Не имеющие иммунитета против этой инфекции. Да, да. И еще особенность в том, что, и опасность в том, что больной корью становится заразным, еще не имея признаков заболевания. То есть в инкубационном периоде он даже не знает, что он уже заболел. То есть болезнь ничего себе не дает знать. Да, но он уже является заразным. Давайте еще проясним ситуацию с Европой. Понятно. А с Азией что происходит? Там ведь тоже с другой стороны ничего не угрожает. Ну, угрожает практически со всех сторон, если у нас миграция населения очень высокая. И как раз заболевание пока нас спасает то, и я надеюсь, что нас спасет то, что у нас все-таки в России очень высока прослойка именно иммунного населения. То есть все, у кого есть прививки. Конечно, конечно. И даже попав в коллектив этот вирус, заболевают именно неиммунные пациенты. Те, у кого нет прививки. А все остальные, они защищены. Да, это я поняла. Я думаю, что это мы уяснили, что обязательно нужно прививаться. Обязательно сейчас чуть позже расскажем о сроках, куда обращаться, как понять, что нужно вакцинироваться обязательно. Все-таки расскажите, пожалуйста, про европейскую часть слышно много новостей о Коре, что касается Дальнего Востока. Оттуда из Китая и еще откуда. Там тоже довольно-таки большая миграция населения, очень большое общение постоянно идет через границу, насколько мне известно. Вот почему в Китае такой проблемы нет? Ну, их там вакцинируются все, без исключения? В Китае? Да. Но про Китай я не могу сказать, каково у них состояние вакцинации. Ну, вот там как-то тихо, все спокойно по поводу подобных болезней. Тьфу-тьфу, пока. Вот, ну, посмотрим. Ясно. Давайте теперь перейдем к вопросу о прививках. Когда делаются прививки от Кори, кому они делаются? Да, вы начали же говорить о том, что деткам. Какой возраст? Прививка против Кори включена в обязательный, в календарь прививок обязательных. И начинается вакцинация в год. Прививка против Кори, Краснухи и эпидемического паратита. Это одна прививка от всего? Или одна прививка, или серия прививок, да. Ревакцинация перед школой в 6 лет. Я читала, что прививка от Кори, во всяком случае, по идее, ее срок действия, срок годности – это 20 лет. Насколько это верно? Ну, со временем иммунитет все равно ослабевает. И поэтому взрослое население в возрасте 35 лет, оно тоже может быть вакцинировано. Во всяком случае, если нет данных о прививках, ранее проведенных, или тот, кто попал в контакт, они подлежат вакцинации. То есть это необязательная уже? Это необязательная уже прививка. Давайте еще раз проясним. В год делается первая прививка от Кори, затем перед школой еще одна, и в 35 лет. В 35 лет, как вы сказали, делается не всем. Ну, во всяком случае, медицинским работникам – это 100%. Потому что у них контакт, конечно. Вообще все должны быть вакцинированы в возрасте до 35 лет. До 35 лет. А это входит в календарь прививок, насколько я понимаю. Это бесплатная прививка, которую можно получить? Где эти прививки можно сделать? В поликлинике, по месту жительства. То есть можно просто прийти, обратиться, сказать, что необходимо сделать прививку, и уже выписывается какое-то направление. Ну, там уже делается в зависимости от состояния здоровья на момент прививки. Я почему-то подробно вас об этом расспрашиваю, потому что, на самом деле, насколько я знаю, не 100% населения даже диспансеризацию готовы пройти. Я даже не в курсе, когда какие годы проходят диспансеризацию, и обследуются по каким-то общим параметрам. Не говоря уже о таких вот вещах, которые делаются раз в 30 лет, как прививки. Поэтому я вот еще раз напоминаю о том, что обязательно в связи с участившимися случаями... Повышенной заболеваемостью вокруг нас. Риск есть. Риск есть, конечно, риск есть. Поэтому лучше себя безопасить. До 35 лет сделать еще одну прививку. Если уже были сделаны, если не были, мало ли сделаны, то обязательно сделать прививку. Если нет данных о предыдущих прививках... То есть утерянной карточки, например, прививочные? Конечно, да. То обязательно просто необходимо сделать, потому что любой человек не только может сам заболеть, Абсолютно любой. Не только ребенок, но и любой взрослый может заболеть этой инфекцией. И взрослые болеют. Да, да, к сожалению, так и есть. Вы еще упомянули о том, что не только срок, когда была сделана прививка, влияет на то, может ли заразиться человек или нет, но еще и ослабленный иммунитет. Здесь давайте проясним, что значит ослабленный иммунитет и как можно понять по себе, ослабленный или нет. Ослабленный иммунитет именно по постпрививочной. Если прививка, когда проводилась прививка у человека или заболел в постпрививочном периоде, тогда у него выработка антител происходит меньше, и иммунитет будет более слабый. Или если в последующем периоде человек болеет часто, у него тоже иммунитет ослабляется. То есть после того, как сделали ребенку прививку, к примеру, в дошкольное время, перед школой, если ребенок после того, как мы сделали прививку, болеет, неважно чем, это может быть северзервы и либо что-то еще, правильно я понимаю? То считается, что у него уже будет ослаблен иммунитет. Но это надо проверять состояние иммунитета, определяя антителак вирусу кори, постпрививочный, да. Давайте тогда сразу затронем вопрос. Вот если мы говорим, что на самом деле в зоне риска может оказаться каждый, насколько высока вероятность, что кори доберется до Кировской области? Ну, кори, она и есть. В прошлом году у нас было три случая кори. Это все завозные случаи с Украины. Но распространение не получили, даже в семье, например. Потому что были привиты, да. Родственники. Окружающие привиты. Соответственно, сейчас, если есть какое-то подозрение на ослабленный иммунитет, можно провериться как-то? Да, можно сделать, сдать кровь на антитела. И что это покажет? Концентрацию этих антитела. Насколько организм готов сопротивляться инфекцией? Да, да. Это тоже можно сделать в поликлинике по месту жительства, сдать кровь на антитела. Ну, в принципе, можно, да. Хорошо, с этим мы и снили. Давайте теперь перейдем непосредственно к самой болезни. Что же такое кори? Инфекция, которая известна человечеству уже давно. Это вирусная инфекция, очень-очень высоко заразная. Это высоко заразное вирусное заболевание. Наряду с какими еще заболеваниями? Давайте наряду с какими заболеваниями. Ну, по летучести с ветрянкой. Так, как она проявляется? Корь протекает по периодам, с периодической сменой различных периодов, с такими симптомами, как поражение дыхательных путей. Начинается все с катаральных явлений. Это кашель, насморк, конъюнктивит, то есть поражение слизистой оболочки глаз, высокая температура и поражение слизистой оболочки рта. Затем появляется на четвертый-пятый день сыпь. Температура в это время держится. И таким образом вот она протекает. Она опасна корь осложнениями. И тем, что значительно подавляет иммунитет. И может протекать очень тяжело, даже с летальными исходами. Ну, ты же как раз о чем слышали в Европе. Да, по Европе там есть летальные исходы, особенно среди детей раннего возраста, которые наиболее подвержены этой болезни, не привитые дети. То есть родители которых отказались от своевременно сделаны прививки. Отказались от прививки, да. Или по каким-то еще причинам не были сделаны прививки. Из-за осложнений наиболее опасны это пневмония и поражение центральной нервной системы. Это менингенцефалит. То есть, если я правильно понимаю, можно даже не только летальный исход, инвалидность можно получить. Отказали. Да, да. Как протекает болезнь, какие методы лечения? Как, понятно, вот то, что вы назвали, кашель, насморк, температура, ну, это можно ОРЗ. Да, там... Ну, вот когда появляется сыпь, тогда и... Вот тогда все начинают кавычков чесаться. Да, что это корь, потому что это один из патагномоничных признаков, то есть наиболее характерных для кори признаков. Это вот сыпь, которая появляется на 3, 4, 5 день от момента заболевания и поражения слизистой оболочки рта в виде там определенных тоже высыпаний. То есть вокруг рта еще высыпаний? Не вокруг рта, на слизистой оболочке внутри, да. На слизистой рта, щек. Там есть высыпание. Так. А про лечение, если говорить, то в том-то и дело, что специфических противовирусных препаратов против вируса кори нет. Лечение все симптоматическое. То есть устранение последствий? Ну, не последствия, а по симптомам. То есть на температуру, на интоксикацию, на кашель. А против вируса кори препаратов нет. А почему? Потому есть противовирусные препараты прямого противовирусного действия. Их не так много, как кажется. Вот. И против именно вируса кори нет. Не создан такой препарат. А есть вероятность, что он будет создан? Вряд ли. Да, насколько я понимаю, Всемирная ассоциация здравоохранения к 2020 году планировала избавиться от кори вообще повсеместно, по всей планете. Ну, вряд ли это возможно. Но теперь уже это вряд ли возможно. В создавшейся обстановке это вряд ли возможно. Сейчас идет 2019 год, и Европа полыхает от кори. В создавшейся обстановке мы имеем в виду то, что очень много людей отказывается добровольно от проведения прививок не только против кори, но и против других болезней отказываются. Некоторые граждане прививаются. Но в том-то и вопрос, что прививки создаются против тех болезней, которые отличаются особой жестокостью течения и исходами. Вот поэтому как раз вот прививки, входящие в национальный календарь прививок, они и направлены против тех инфекций, которые наиболее опасны своим тяжелым течением и тяжелыми исходами, в том числе и коревая инфекция. А этот вирус как-то модернизируется? То есть есть вот мутации вирусов, гриппа того же самого, против которого тоже прививки обязательно по календарю делаются? Существует множество штаммов вируса, но корь, она как была в течении ее классическое, так она и остается. Классическое течение кори. Стана Витальевна, а как Вы полагаете, вот Ассоциация здравоохранения, либо в нашем Министерстве Российской Федерации, будет какие-то шаги предпринимать, перепланирование сроков устранения кори, и какие-то тактики намечать? У Вас какая-то есть информация по этому поводу? В смысле тактику? Ну, была запланирована программа, насколько я понимаю, вакцинации деток, вот Вы сказали, в год перед школой. Если сейчас идет тенденция к увеличению отказов от вакцинации, каким-то другим образом это возможно будет, эту проблему решить? Да, и вернуться к плану искоренения кори вообще, в принципе, как таковой болезни по земному шару, детская чума, да, ее еще называют, насколько я помню. Как иначе от нее можно избавиться? Или не откажется ли планета от этого плана? Ну, самый эффективный способ избавиться, это как раз вакцинация. Это вакцинация, конечно. Это вакцинация. По-моему, уже все поняли, имея такой всплеск заболеваемости в определенных странах, что прививаться надо. Другое дело, что в некоторых регионах, областях, странах не хватает и средств для проведения вакцинации. Конечно. В той же самой Украине. там нехватка была финансовая. Там сложная ситуация, понятно. У нас в Кировской области хватает вакцины? Да, хватает. То есть, если 100% населения изъявит желание провести вакцинацию, то всем будет достаточно. Всем будет, да. Вакцина в 100%. Да, давайте вернемся к вопросу самой болезни. Понятно, что тяжело, понятно, что сложно. У взрослых болезнь, течение болезни отличается от детской? Тяжелее она или легче воспринимается организмом? Тяжело болеют как дети, так и взрослые. В некоторых случаях, наверное, даже взрослые тяжелее болеют. А почему? Ну, у них букет сопутствующей патологии имеется. Патология сердечно-сосудистой системы. То есть, уже есть какие-то болячки нажитые возрастом? Конечно, когда она слаивается на уже имеющуюся соматическую патологию, всегда тяжелее протекает. Да. Помимо кори, есть еще другие болезни, на которые следует обратить внимание. А вот еще о чем я хотела спросить. Все-таки Россия славится своими низкими температурами. И, насколько я знаю, и некоторые эксперты об этом говорят, о том, что холодные температуры, особенно сейчас зимой, препятствуют распространению болезней. То есть, все-таки подмораживает, видимо, что-нибудь там где-нибудь. Ну, вот вирус кори, он как раз отлично сохраняется при низкой температуре. Адаптировался, да, получается? Ну, он, такова его особенность. Что он отлично сохраняется во внешней среде, особенно вот при низких температурах. Да, и в связи с влиянием низких температур у нас еще одна проблема нарисовалась с заболеваемостью. Ну, это, да, сезон заболеваемости. Повышенной заболеваемости гриппом, да. Он сейчас как раз разведает? Как раз, да, сейчас подъем заболеваемости. Вот, поэтому граждане должны обратить внимание на профилактику личную уже. Вакцинация сейчас, наверное, уже будет... Уже бесполезно. Ну, не бесполезно, поздновато несколько, да, потому что идет разгар заболеваемости. Есть риск подхватить... Вот, да, в инкубационном, в раннем поствакцинальном периоде получить заболевание. А сейчас это профилактика, связанная с личной гигиеной. То есть ограничить, насколько это возможно, пребывание, особенно детей, в местах скопления людей. То есть не надо посещать какие-то массовые мероприятия. Можно носить маску как профилактику вот воздушно-капельного пути заражения. Да, извините, про маску еще добавлю, что мы тоже уже говорили в этой студии о том, что маска – это не только способ защиты себя от болезней, это еще элемент вежливости, какой-то социальной ответственности, когда человек защищает еще других от тех инфекций, которые могут быть у этого человека. Опять-таки, вспоминая Азию, постоянно мы, когда видим какие-то репортажи, съемки оттуда, что люди носят маски. Да, и это считается нормой, что ты заботишься не только о себе, а еще о окружающих людях. Да, продолжайте, пожалуйста. Ну, чаще мыть руки после посещения мест скопления людей, мест общего пользования, туалетов. Не тереть... Здесь тоже, извините, в клинии со своими вопросами. Мытье рук. Не всегда это доступно, но сейчас... Есть же спреи различные с антисептическими. С антисептическими, да. Нам предлагают гели, нам предлагают салфетки влажные. Слышала я о том, что гели антибактериальные, они являются вот из этого всего перечня, который я сейчас называла, наиболее эффективным средством. Так ли это? Ну, наверное, все эти методы профилактики обработки рук хороши. гель, можно после него руки... Они и смягчающим действием обладают, и антисептические, да. Главное, что я хочу узнать, это именно с точки зрения болезнетворных бактерий, да, вот их убийства такого. Ну, все там будет зависеть от того, какой антисептик будет содержаться в этом геле. Есть там или нет. Есть разница, покупать такие гели в апсиках или в косметических магазинах? Вот анализировали, продумывали вот это. Потому что сейчас, ну, все кому не лень предлагают эти гели, а что ты на самом деле покупаешь, большой вопрос. Спиртосодержащие, не спиртосодержащие? Ну, я думаю, что, наверное, в аптеке все-таки будет понадежнее купить, да, такие средства. Ну, из мер профилактики еще помнить, что входными воротами являются не только верхние дыхательные пути, но и слизистая оболочка, например, глаз. Поэтому не надо тереть глаза руками, например, немытыми, потому что это может быть входными воротами. А вот то, что у нас в детстве, еще в детских садиках, чесночок мы на ниточку там нанизывали, раскладывали его везде. Да, это профилактика с помощью природных веществ. Такой гомеопатии. Это не гомеопатия. Другое. Выделяют фитонциды эти растения, лук, чеснок. Поэтому действительно, если его мелко порезать и положить тут на стол, например, или повесить на шейку ребенку. И вот аромат такой. Аромат будет. И облачко фитонцидов. Облачко здоровья. Да, да, да. Да, фитонцид. Давайте посниму, что такое. Мне тоже не совсем ясно. То есть это какие-то вещества, которые борются с вирусами? Вещества, которые, ну, обладают каким-то некоторым противовирусным действием, да. И помогают в борьбе. Местно вот они тут действуют. Ауроты. Орел создают. Ну, природный барьер, так сказать. Мешают проникновению в организм через входные ворота. Это что касается, скажем так, внешнего их использования. То есть положить лук, чеснок дома, либо в каком-то общественном месте, в этом же классе разложить. А что касается употребления в пищу, это будет эффективнее или неэффективнее? То есть увеличение объема лука в салатах, к примеру. Ну, тут надо еще учитывать и состояние желудочно-кишечного тракта. Безусловно. Не все же могут переносить такую острую пищу. Поэтому если ты можешь употреблять внутрь состояние ЖКТ позволяет, то, пожалуйста, и туда тоже внутрь и вокруг дополнением будет являться. Да, вместе с тем, Манищенко, по-моему, еще говорил, что острая пища, в частности красный перец, это идеальный консервант и идеальная такая вот специя, что ли, приправа для сохранения иммунитета. Что-то подобное. Подстегивает, да. Подстегивает иммунитет. Что это значит? Каким образом? То есть вот острая, там, кавказская, та же самая кухня, да, это позволяет действительно бороться с распространением инфекции, с заболеваемостью? Ну, в какой-то мере, наверное, да. То есть это не официальная медицина? Это не официальная и не панацея. Это такой домашний способ дополнительно укрепить. Да, да. И здесь можно говорить о понятии иммунитета, когда мы говорим о употреблении таких средств? То есть является ли это средством укрепления иммунитета? Ну, в какой-то мере, да. Да, хорошо. Давайте подытожим то, о чем мы сегодня с вами разговаривали. То есть в первую очередь мы сегодня встречались по поводу, обсудить возможность распространения кори на Кировскую область. Да, пошли к выводу, что такая вероятность, конечно же, есть, как и всегда, да, наверное, пока еще есть у нас люди, которые не прививаются. Конечно, есть. Во-первых, потому что есть в нашем окружении, да, непривитые, как дети, так и взрослые. И учитывая, что миграция населения как внутрь Кировской области, так и путешествия, они очень велики. Наши граждане ездят в самые экзотические страны, путешествуют и привезти могут все, что угодно. Не только корь. И не только корь, да. И поэтому завозные случаи, они могут быть и имеют место быть. Вот. И поэтому, конечно, прежде чем отважиться на путешествие с маленьким ребенком куда-то за рубеж, следует хорошо подумать о его защите, которая в наших силах. Это привить его, привить себя. Вот. Принимая во внимание эпид-обстановку в окружающих странах. Да. Кстати говоря, тоже об этом упоминали в одной из программ. Лишним не будет это повторить. То, что на сайте Министерства иностранных дел, насколько я помню, есть вкладочка ситуации. Не помню точно, как это называется. Нужно будет еще раз посмотреть, точнить. Но я думаю, что любой сможет найти на сайте Министерства иностранных дел. Есть указания о том, какие болезни в каждой стране существуют. В какой стране, да. В выезде, да. В какую страну, да. На что обратить внимание, какие прививки, какие анализы следует сдать, чтобы максимально обезопасить себя и существующие болезни. Да, и детей. Потому что сейчас путешествуют с детьми, даже с грудничками. Такие-то детки, они как раз еще очень восприимчивы. И восприимчивы, и непривиты. Да, еще раз укажем, что, конечно, это воля каждого делать прививки или не делать прививки, но следует помнить, наверное, о том, что при отказе от прививки, кори в данном случае, человек не только на себя берет ответственность за свою собственную жизнь, но и берет ответственность за жизнь окружающих. Потому что, являясь приносчиком, можно заразить... Родители-то, они как раз по большей части являются привитыми, потому что они... Еще в 90-е... Да, в постсоветское время родились, или в раннее постсоветское время, когда уровень вакцинации был достаточно хорош. Вот, и они-то как раз привиты. А вот отказываясь от прививок своих детей, они подвергают их угрозе самых опасных инфекций. Даже если они не были привиты, то они все равно развивались... В любом возрасте можно привиться. В любом. Да, да. Ну что, говорили мы сегодня о коре. Кроме того, и упомянули еще... Грипп, который сейчас набирает силу. Процветает, набирает силу, поэтому, пожалуйста, берегите себя, думайте о своем здоровье, раскладывайте чеснок, ходите к врачу, прививайтесь. Да, это рекомендация от нашего сегодняшнего гостя Светланы Витальевны Егоровой, главного нештатного детского инфекциониста Кировской области. Светлана Витальевна, спасибо вам большое, что пришли, рассказали о ситуации. Ждем вас еще. Надеюсь, что по хорошим поводам только. Спасибо. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.